Вот наконец-то мы снимаем вам стелу, куда приезжают свадьбы. Фотографироваться. Но сегодня, ребята, бегло неимоверное. Сегодня 40, наверное, с чем-то действительно. Такого жаркого дня за все лето я не помню. Поэтому как бедные живут в каких-нибудь Эмиратах люди вот в это время. Зимой раза три я там был, но зимой там еще терпимо. Еще можно выжить. Вот в эту лужу у меня улетели колеса от КамАЗа, когда КамАЗ у меня был. О, кашпильки называется, закрутили. И все, и улетели туда, но и там, естественно, и не найти. А колесо неплохо стоит диском. Резина только 100 долларов одна. По-моему, парочка так и улетела. Пара же-то там парная. Время будет, и мы заедем вот в эти все поселочки, которые сбок дороги. Сейчас мы вам снимем, наверное, только Новая Одесская или Тельман в прошлом. И Отрадная. Потому что мы спешим на речку. Волшебную речку. А это как называется вот это? Ну, Новоявленка. Раньше называлась, сейчас не знаю, как. Сейчас как-то по-другому. Водик, который молоть Осетровых воспроизводит. И я, так сказать, принял участие, я так думаю. По крайней мере, я записался на прием к Сапарбаеву. Еще раз уточню. А я сам работал в лаборатории Осетровых в море. Объяснил ему ситуацию, как все это происходит. Он сказал, что нам интересно, но вскоре появился вот этот заводик. Поэтому уж не знаю, причастен я, непричастен, но... Почти все, как я рассказал, случилось. Ай, Саратовка, сними Саратовку. Отрадная 7. Новоодеска 4 километра. Сними вот эту лэп, смотри, вот этот стол. Огромный. И поле подсолнухов. Подсолнухов много насадили в этом году. Но дай бог, чтобы вот эти жаркие дни хоть сменились хоть одним дождиком. Чтобы не так, как в Новосибирске. Новосибирске показали, там даже, говорят, 50% не взойдет то, что посадили. А если то, что и зашло, то если дождей не будет в течение недели, то все, конец. Всем спасибо. Обожаю снимать облака, но вот это все равно такое индивидуально. Во-первых, облаков вообще нету в округе. Ну, а на что похоже, вы можете сами попридумывать. Вот по мне так похоже на катер такой. Это с одной стороны, если острый нос. А если вот сюда смотреть, то на крокодила, на голову. Ново-Одесская. От слова Одесса, да? Одесса у нас сейчас украинское слово. Но на самом деле это было Тельман раньше. Уж не знаю, тут переселенцы немецкие лежили. Я не в курсе событий. Здесь жила тетя родная моей мамы. С ней они прожили всю войну в Тодекургане. А как называется, ты помнишь, Тодекургнаркта это сейчас? На Б как-то не полегчи. Ну, что так? Полегчи. Да, надо посмотреть по карте. Да, в общем, в этом районе. Кстати, место благодатное, как бы не вот этот дом. Ну, не важно. Место было благодатное там, несмотря на то, что была война, как бы и холод. Но уж летом и фрукты были, и другие дары там, природы местной. По крайней мере, они ловили рыбу-маринку. Сейчас она как бы такая редкая льва. Уж не знаю, вкусная, нет, я не пробовал. Вот это старый магазин, я его помню. Здесь, по-моему, тоже автобус останавливался раньше. А вообще, всю эту дорогу моя мама ходила пешком, потому что училась в Семеногорске. И ходила сюда в субботу-воскресенье, зимой и летом. Зимой даже вот по этим столбам ходила. Не знаю, сколько этим столбам лет, это старые или новые. То есть, дороги вообще не было, заметала. И вот они ходили по столбам. От столбов к столбову, от столбов к столбову. И волков видела, и от волков спасали ее. Но, ну, все равно, кто-то здесь проезжал. Вот конец Новодеска. А сейчас мы едем в селу Отрадное. Сейчас, наверное, у него... Да, мама ходила пешком в Отрадное. Я, кстати, тоже пешком. Как-то я пешком, по-моему, от Саратовки до Отрадного легко. Ну, оказывается, легко. Почему? Потому что 7 километров. Сейчас чуть ли не каждый день делаю эти 7 километров. Ну, пока лапки ходят, надо делать. Хотя уже побаливают, если честно. 55, ребята, это уже... 53. 53. А это Отрадное. Нет, оказывается, название сохранилось. На этом кладбище вот мой дедушка лежит. Прабабушка. Дядя, 18 лет. Погибший по-латински. Учился тоже там. Учился. Якобы на скновке за кого-то заступился или с кем-то. Ну, в общем, драка все. В высок ударили. Нету дяди, 18 лет. Ему всего было 18 лет, ребята. Как можно 18 лет? Это я не понимаю. А в Отрадном здесь мой дедушка жил. Поэтому здесь и похоронен. И был директором школы. Дедушка, который... Кавалер ордена Александра Невского. Которого сначала репрессировали. Ну, как репрессировали. Отняли награды. И звания все. А потом Крущев, когда стали номер. Крущев, по-моему, в 1953 году, кстати, да. То вернули награды. И вернули звание. У него было майор. Все вернули. Только мне вот интересно, как награды возвращали. Они где-то лежат, если их конфисковывают. Потому что орден Александра Невского сейчас у моего старшего брата он находится. Ну, как бы считается, нумизматическая редкость тоже. Ну, не совсем уж совсем, но очень красивая. Очень красивая награда. Вот по этой улице я гонял коров, товарищи. Ну, по этой улице иногда, в основном, по параллельной. Там сейчас мы туда проедем. А по этой улице мы ездили и за Отрадное. Там есть гора, называется Дедова Порода, по-моему. Там мы косили сены и собирали шампиньоны огромные. Таких шампиньонов я нигде никогда не видел. Я сомневаюсь, если вот есть грибы огромные, например, в Шульбе. Там, может быть, там как бы, ну уж не знаю, рядом, не рядом, там Северпалатинск. Говорят, они огромные, потому что, ну, якобы радиация там, Северпалатский полигон. Но здесь никакой радиации я не наблюдаю. И таких огромных шампиньонов, но это, собирать их было, ребята, это одно удовольствие, это фантастика. Потому что вот вы идете по горам, и как белые камни они такие. Вот это одно из чудес этой планеты, я, кстати, вам расскажу, да. Ну, и здесь как бы оно закачивается. И вот, если вы повернете направо и будете ехать туда далеко-далеко, но кое-кого надо будет потом спросить, как вывернуть на Дедову Бороду. Сейчас-то я вам уже не скажу. То там росли раньше шампиньоны. Так, а вот сюда... А вот сюда мы ходили за коровами. Вот сюда их пригоняли. А зачем мы за ними ходили, я сам не пойму. Потому что эти коровы, они всегда сами домой легко приходили. А, ну, когда молодые были, да, там молодых было до кучи, чтобы... Но всегда старую корову оставляли одну, которая знает дорогу домой. Ее всегда оставляли до... Пока старая не научит молодую. Вот такая была схема, это я точно помню. Всегда старая корова оставалась, которая знает дорогу домой. И чтобы за ней шли молодые. Вот здесь стояла вся деревня. Было народу, миллиард. Это как было, как дискотека. Все сплетни, все последние новости. 80% из этого коллектива щелкали семечки почему-то. Все любили, вот вы видели здесь подсолнечники, поля подсолнечников. Ну, вот почти вот эти вот подсолнечники все щелкали семечки, что-нибудь другу рассказывали. Анекдоты тогда было модно. Сейчас вот анекдоты как-то не так. А раньше анекдоты, я помню, про всех политиков, про всех президентов. Тогда президентов не было. В смысле у нас. Про Ленина, про Сталина. Или вот сюда подгоняли коровку. А? Дома где. Ты что еще долго ехать на дом? Вот пальчишки или идут купаться с девчонками, или уже идут с купалки. Идут? Идут? Да, речка волшебная вон там, товарищи. Ресвянка. Сейчас мы к ней подоедем. Мы подъедем к ней. Уж я-то тут в семеле знаю. На лошадке, наверное, сейчас жарковато будет ехать. Да, вот это деревня моего детства. Лето я был или в Каменке, и в Каменку мы тоже проедем. Или в Отрадном. Ну, Отрадное, как бы, да, от города вы видели совсем недалеко. Километров максимум 30, наверное. А вот здесь был клуб. Снимите. Вот оно. Это клуб. Здесь показывали фильмы. 10 копеек всего стоил. Утренние сеансы были забиты. Детворой такой, как я. 10 копеек, товарищи. Представляете? 10 копеек стоил сеанс. 10 копеек стоил стакан томатного сока. И 10 копеек стоил... 10 копеек стоил литр бензина или даже 7. Ну, там в зависимости... Или тогда был только 80-й. Я вот точно не буду вас обманывать. А сейчас литр бензина стоит как... Литр сок. Сколько литр сейчас? Торбакет сколько? 150 тенге стоит? 500 тенге. А, 500 тенге. Сок? Да, сок. 250 тенге. Нет, 150. Или 150 тенге нет. Какие цены? А вот дом моего дедушки. Вот это вот... Это были ящики такие. Вот мы их... Мы оббивали этот дом с дедушкой. Но это уже во времена уже моей... Во времена уже, когда я уже что-то соображал. Ну, молодцы, видите, за огородом ухаживают. Вот такой огород. Вот если хотите, можете хоть до речки огород сделать. Вон, улики стоят. Стоят улики? Да, два улика. Вот. А это дорожка на волшебную эту речку, которая называется... Дреслянка, товарищи. Я про нее написал сочинение. Единственное сочинение, которое я сам написал, это про нее. И мне поставили пятерку. Остальные сочинения я списывал и удивлялся. Как учительница может определить, что я списал? Это же так сложно, невероятно. Смотрите, какие телята много. Миллион телят, смотрите. Белолобые, темные. Ну и вот она, эта волшебная речка. Видите, на ней... Или это специально положили дерево? Наверное, специально, чтобы... А как специально? Наверное, упало оно. Вы спросите, теплая ли вода? Ребята, ну вода одинаковая, как вчера в монастырях. Монастырях. И она чистейшая. Красотища же. В общем, все плюсы здесь, возле этой речки. Вот в этой ямке я лежал. Даже не хотелось вылезать, потому что практически круче любой джакузи. Вода теплющая. Песок, видите, как искрится. Внизу вам делают массаж рыбки. Тут их миллион, пескарики. Но раньше было больше, конечно. Раньше они были огромные, все такие маленькие. Жалко, что в пекло сюда больше раза не получится приехать. Потом, может быть, еще осенью. Ну вот здесь прошло детство. Кстати, одно из замечательных мест. Я бы сказал, был высших. В этой речке никто не утонул, товарищ. Еще, за всю историю. Потому что невозможно. Может, они в пьяном виде и только весной. Но из малышей здесь никто никогда. Все отпускали детей, и вот там дети кричат. И никто никогда не боялся, что что-то может с ними случиться. Продолжение ново-одесского. А где школа-то делась? А где она была? Школа была. Там дальше? Нет, вот на этом месте была школа. Все, нету школы. Смысли? Вот тут была? Вот, да. Вот это вот. Вот там фундамент остался. Сколько дней. Что из Сибири? А кто ее сносил? Кому это вообще нужно было? Интересно. Так он уже просто в здании стоял, да? Да. Ну да, я думал, что что-то со мной не то. Оказывается, да, школы нет. Школа, где дедушка мой был директором всю жизнь. После штабов. Здрасте. В любую сторону. Вот там можете... Где загружены или что? Где поглубже. А, плотина. Честно говоря, не знаю. Ну вот так вот в любом месте тут, если честно. Вода теплючая, притеплючая. Плотина еще? Ну вот туда, где все пошли. А, там поглубже. А, ну ладно. Ну вот, вот конец. Ну это местный, наверное. А как он местный, не знает. Не знаете, плотина. Плотина вот там где-то была, если честно. Ну там как поглубже. Там по пояс максимум. Ну вот конец отрадного. Сейчас мы вам еще новая деска еще раз снимем. Это все новая деска. Мы хотели по параллельной улице поехать. Параллельника нет. Вроде там есть домики. Но такое впечатление, что там их уже нет. К школе надо было пройти. Школу большую здесь построили. Я так понимаю, там два села школа наверх. Старый по моему. Глупый или что это такое? Там люди скучают. Там люди скучают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...